Алиса Ивановна, пришло печальное известие на 84-м году жизни, скончался Игорь Александрович Столетов. Ну вот говорят, ушла целая эпоха. Вы были с ним очень хорошо знакомы, очень много работали по сфере своей деятельности. Вот расскажите, Аня. Не хочется больших слов, высоких, я их не люблю. Но здесь действительно можно сказать, что это эпоха. Вы знаете, он принадлежал, опять высокое слово, ну, к плеяде, к рангу. Таких архитекторов штучные, таких мало, реставраторов. Ну, может быть, самой судьбой, самим рождением всё это было обусловлено. Он родился в семье замечательного архитектора Александра Васильевича Столетова. Того архитектора, который вот этот Дмитриевский собор в самые трудные и тяжёлые времена, 1939-1941 год, он сохранял. Потому что он мог бы просто рухнуть по тому характеру отношений к памятникам, которые были в то время в государстве. Это могло бы произойти. И вот то, что называется, с молоком матери он впитал, вот эту любовь. Он не мог быть никем, кроме уже вот архитектором таким. После вот тех разрушений, которые были, ну, закономерные, 30-е, 40-е годы, которые были государственной политикой практически, уничтожение всех храмовых зданий и так далее, последовательное. Вы знаете, это уже был ранний ренессанс, назовём его скромно так. Вот в это время он пришёл в начале 60-х годов работать в реставрационную мастерскую. Вот в то время оно вот благодатное. Вот ему, к счастью, удалось родиться именно позднее, вот в те годы, когда уже прислушивались к специалистам. Не сажали. Ну, ограниченное финансирование где-то там. Но это надо учитывать. И вот когда задумали в город Владимир, центр, застроенный, ну, конечно, рядовыми зданиями, так, конца 19-го, начала 20-го века, так тут всё порушить и поставить высокие современные здания. Это была бы катастрофа. Владимира бы, губернского не было бы. И вот тут, когда он поднял всех реставраторов, очень авторитетно, громко заговорил об этом, привлекая специалистов из Москвы, то вот прислушались. Это было уже другое время. Это была другая власть. В 1972 году, если не ошибаюсь, была эта история. Но, несмотря на свой возраст, Игорь Александрович всегда держал руку на пульсе жизни города. И вот историк архитектурный, его составляющий. Вы знаете, это просто позиция грамотно, воспитанного, грамотного человека. И вот последнее его высказывание было по поводу, опять же, центра города Владимира, по поводу пешеходного центра. Его позиция была негативной. Вот сегодня, к сожалению, Игоря Александровича нет. Есть кому защитить город Владимир? Я первая сказала. Я как советник губернатора Светлане Юрьевне сказала, что не обижайтесь на меня. Но этого не может быть, потому что не может быть никогда. Ваша позиция, что с другой стороны может быть? Однозначно. Я с руганью выступила против этого. И продолжаете, насколько я понимаю. Я продолжаю. Да уже это зарыли. Ну, ребят, ну вы представьте, вот посреди вот... У нас и так, что с транспортом творится, да? А тут еще поставить посредине столики, кто на них будет сидеть и на что они будут смотреть. Вот. Это, простите, не... Какая-нибудь там пьяца в Неаполе или где-то. Так что нет, это однозначно. Эту тему даже и не поднимайте. Потому что тут дружные, дружные, все поняли. Это какой-то дурак подсказал. Ну вот есть ли из архитекторов вот те, которые станут гордостью города Владимира, как Игорь Александрович Столетов, вот подрастает плеяда или все-таки остановилась вот все-таки старая гвардия пока среди архитекторов? Нет. Есть. Иногда вообще сравнивать людей очень трудно. Вы знаете, как обычно бывает, кто более великий, Пушкин или Лермонтов? Ну, нельзя это говорить. Он был, да, очень выдающейся, бесспорно, фигурой. Одаренный от Бога. Ну вот, со своей судьбой определенной. Сделал он очень многое. И память о нем, конечно, будет. И вот то, что он сделал для спасения центра города, и то, что весь Спасский монастырь, именно под его руководством, это, по-моему, достойно и ясно. Спасибо большое вам, Алиса Ивановна, за такой разговор. Эти воспоминания очень ценные.